Добрый день, дорогие друзья, и рада приветствовать вас на канале Brandt Julia. Это канал, который посвящен изучению немецкого языка. Сегодняшнее видео будет немножко о другом, ну и в том числе о дальнейших планах на канале. Меня зовут Мила Brandt, я преподаватель немецкого языка с 20-летним стажем, и вы спрашиваете меня, где я. Вы спрашиваете, некоторые из вас пишут в личные сообщения, кто-то спрашивает на канале, куда мы пропали. Сегодня как раз это видео будет немножко об этом, о моей личной истории в том числе. Хочу сразу сказать, что это видео дается мне непросто, и это самая сложная видео, и самое откровенное, искреннее видео за все три года существования канала. И самое такое, знаете, оголенное видео, то есть я перед вами абсолютно искренне оголена. Его я хотела записать уже более двух недель, это видео. И мне понадобилось очень много сил, чтобы собраться и это сделать. Поэтому имейте, пожалуйста, понимание. И если кому-то это видео не понравится, я прошу просто подписаться, уйти и забыть о том, что этот канал был или Бранчуле было в вашей жизни. Кто-то из вас, возможно, знает, кто-то нет. Последние годы я и моя семья проживали в городе Киев. Это столица Украины, куда пришла война месяц назад. Двадцать четвертого февраля в пять утра я лично и моя семья проснулась от взрывающихся снарядов. Мы жили в Киевской области и сейчас это самая горячая точка. Есть еще, конечно, несколько горячих точек в Украине. Я никому никогда не пожелаю пережить такое, то, что мы проживали и то, что проживают сейчас люди в Украине. Лишая своих домов и убегая просто с одной сумочкой или с одним рюкзачком, собирая вещи за 15 минут самое необходимое и оставляя абсолютно практически все, что наживалось годами, а у некоторых десятилетиями. Я записываю это видео сказать о том, что я в безопасности. Сейчас я, слава Богу, в порядке. Я, слава Богу, нахожусь под мирным небом, где не летают самолеты, не выпускаются ракеты. Но прожила я время очень непростое. Я никогда не думала, что, живя в мирной Украине, мне придется скрываться в подвале, мне придется бояться за свою жизнь. Я не буду знать, проснусь я завтра утром или я буду спать вообще, что я буду есть и где я буду жить. Я никогда даже в страшном сне не могла такое себе представить. То, что прожила месяц назад в первые дни войны, когда мы сидели в подвале и мы не знали, останемся мы жить через пять минут, через час. И, как вы понимаете, сложно думать о работе, практически невозможно думать о работе, когда над твоим домом летают самолеты, выпускающие ракеты. И взрываются снаряды в нескольких, в пару километрах от твоего дома. Поэтому никаких видео не было, никакой работы не было. И сейчас, слава Богу, мне удалось уехать, выбраться из этого ужаса и ада, который происходит на территории моей страны, моей родной, моей любимой страны, где я рождена, где я росла, где я училась, где прожила много прекрасных лет своей жизни. Ну, вынуждена была уехать. Не по своей доброй воле. Почему невозможно пока продолжать работу? Потому что вся техника, рабочий компьютер, все очень важное для работы, в том числе для съемки видео на YouTube-канал, мы, к сожалению, вынуждены были оставить. Это было просто невозможно увезти, унести и собрать за 15 минут быстрых сборов и упаковки вещей. Мне очень хочется продолжать. Я люблю свое дело. Я очень хочу помогать сейчас тем людям, украинцам, которые выехали и оказались на территории Германии. Я тоже нахожусь сейчас на территории Германии. И я хочу в этом видео также объявить о том, что я набираю группу для украинцев, беженцев, военных беженцев, вынужденно перемещенных. Это льготная группа. Вы можете оставить свою заявку. Обучение в этой группе будет за символическую оплату. Это только 10 человек, которых я сейчас могу взять. Если для вас важно учить немецкий язык и вы оказались на территории Германии, напишите, оставьте заявку и мы обязательно с вами свяжемся. Если вы оказались на территории Германии и вы бежали из Украины, дождитесь, пожалуйста, будут обязательно организованы от города, от страны, бесплатные курсы. Я не могу вам сказать, когда они будут организованы. Сейчас немножечко в Германии в связи с сложившейся ситуацией происходит хаос и не вся информация есть еще по тому, как будет организовано обучение, что будет происходить для украинцев дальше здесь. Но я вам предлагаю, кто хочет со мной учить немецкий язык, прийти уже сейчас, если вы не хотите терять время. Это первая новость. Вторая новость. Я хочу как-то быть полезной через то, что я знаю, через то, что я умею. Я не только преподаватель немецкого языка. Я ищу психолог и я ищу человек, который жил много лет в Германии. Сейчас я снова здесь оказалась. Поэтому для вас я буду снимать полезные видео на тему того, как найти свое место в новой стране, в чужой, пока что для вас стране. Пишите под этим видео ваши вопросы. Пишите ваши комментарии, что бы вам хотелось узнать. Как найти работу, как поступить, учиться, куда пойти, как здесь все устроено. Возможно, какие-то полезные видео о немецком менталитете. Чтобы вы примерно понимали, в какой стране вам дальше жить. Хотя бы первое время. Я знаю, что многие украинцы очень хотят вернуться после того, как завершится война назад домой. Я вас очень хорошо понимаю. Но пока идет война в Украине и нам нужно позаботиться о себе на новом месте, для вас именно я буду такие видео записывать. И третий момент, мое послание в этом видео о том, что пока у нас нет возможности продолжать снимать такие красивые, в отличном качестве, с хорошим звуком обучающие видеоролики для вас. Три года мы трудились вместе с командой, вместе с моим супругом и делать для вас полезный, нужный контент. Я надеюсь, что он полезный. Слава Богу. Спасибо огромное вам за обратную связь. Я получаю каждый день комментарии о том, что этот труд был не зря и есть не зря. Я абсолютно в это верю. Поэтому, если вы хотите сейчас нас поддержать, чтобы канал дальше процветал или развивался, имел возможность, чтобы мы имели возможность для вас работать и создавать бесплатный контент, нам нужна ваша поддержка. Нам очень сейчас, правда, нужна ваша поддержка для того, чтобы приобрести рабочую технику, рабочий компьютер. Поэтому я объявляю сбор в поддержку Брандшуля, в поддержку YouTube-канала Брандшуля. Я объявляю сбор средств для покупки всего необходимого видеооборудования, рабочего компьютера для того, чтобы мы могли работать для вас. Если у вас есть такая возможность, за любую сумму я буду вам лично очень-очень благодарна. Я придумаю, как вас отблагодарить, но самое главное, я смогу снова продолжать делать свое дело. Пока у нас только телефон, который я снимаю и, слава Богу, есть он. Если у вас есть желание, пожалуйста, переводите любую сумму. Реквизиты будут указаны под этим видео. Искренне, если у вас есть отклик. Это ни в коем случае не какая-то настоятельная просьба. Это для людей, которые меня как-то спрашивали уже и в личных сообщениях, в том числе, как мы можем поддержать. Это для вас. Спасибо вам огромное за все слова, за все ваше тепло, за все ваше внимание ко мне, к нашей школе, к нашему проекту. Я вам действительно очень-очень благодарна. Я хочу сказать о том, что война это страшно. Это действительно страшно. Это меняет людей. Я вижу по себе, я чувствую это по себе. Как за месяц изменилась моя жизнь, мое состояние, мои ценности, мои взгляды. И для всех тех украинцев, которые будут смотреть мое видео, я хочу выразить огромную поддержку. Пишите, какие у вас есть вопросы. Возможно, для вас я создам телеграм-канал, где буду отвечать на какие-то вопросы, то, что знаю я, то, в чем я могу быть полезна. Возможно, в этом канале мы сможем обмениваться какими-то вакансиями, какой-то информацией о школах и так далее. Хотя я знаю, уже существует очень много групп. Но если такая группа вам нужна от меня или какая-то моя личная поддержка, я, конечно, создам такую группу. Спасибо всем, кто сейчас помогает людям моей страны. Спасибо огромное просто от души тем, кто встречает, дает дом, дает приют, дает какие-то деньги на продукты, на самое необходимое. Это сейчас очень важно. Такое единство сейчас невероятно важно в мире. Я знаю, что кому-то это видео не понравится, и он скажет, что в Украине не война, а какая-то там операция. Я не буду с вами спорить. Правда, у меня нет сейчас ни сил, ни желания с вами спорить. Мы просто можем с вами разойтись, распрощаться, и вы будете при своем мнении, а я буду при своем мнении, как человек, который видел своими глазами, что происходит в Украине, и на своей коже пережил все то, о чем никогда не скажут по телевидению. Поэтому дискутировать на тему, идет война в Украине или нет, я ни с кем не буду. И, скорее всего, мы будем просто блокировать таких людей, которые будут что-то писать свое из мира фантазий, что не имеет ничего общего с реальностью. Поймите правильно. А пока на этом все, дорогие друзья. Мы остаемся на связи. И мне очень хочется верить, конечно, в лучшее для каждого из нас. Берегите себя, дорогие друзья, и ваших близких. Я очень надеюсь, что ваши близкие в безопасности, что они живы, что они имеют все необходимое для жизни. Я всем нам желаю мира. Я всем нам желаю никогда не познать на себе, что такое война. Это видео действительно было самое непростое для меня. Услышимся. С вами была Мила Брандт. Вся необходимая информация будет под этим видео. Благодарю вас. Auf Wiedersehen.